Так, у нас шашлык. Мы сегодня празднуем. Не знаю, в каком влогу я это поставлю теперь. И наши грибочки. В каком-нибудь влогу поставлю, наверное. Потому что я уже один опубликовала, а второй у меня на завтрак опубликовывается. Тут салат мужской, но еще с мидиями. Вот она. Хотя, честно говоря, я бы их лучше так съела. Шашлык я показала. И свининый шашлык не хотела уж. Жесткий он, наверное. Ладно, посмотрим. Будет, наверное, вкусным. И у нас торт. Да. Еще сок где-то. Вот так выглядят мужские бутерброды. Поломленный хлеб. И сверху сыр. Вот уже все. Грибы. 23 октября мы вместе с вами их солили. У нас 23 октябрь, ноябрь, декабрь. Где-то начало. Как раз два с половиной месяца прошло. Не знаю, сколько они должны быть. Попробуем. Ммм, какие ароматные. Ну, наверное, они бы еще посолились, я думаю. Мы довольно поздно с вами их начали солить. В принципе, нормально. В принципе, я их варила почти 3-4 раза. Поэтому они все равно в любом случае вареные. Если даже они не просолились. Их все равно есть уже можно. Немножечко вода такая мутненькая. Не знаю, может она просто холодная. Тут она вот нормальная вроде. А тебя никто не звал. Куда идешь? Тут я себе салат отложила. И Митя и все отложила себе. Сейчас буду перекладывать. Вот наши грибочки. Вот так они выглядят. В принципе, вот я посмотрела. Вот эта вот жидкость, она тянется, как сопля такая. Потому что, я помню, свекр солят тоже грибочки таким же способом. И я помню, там тоже такой же был бульончик. Бульончик превращался в такую большую соплю. Поэтому, я думаю, все хорошо. Все должно просолиться. Еще добавок холодный. Сейчас я не люблю холодные. Но все будет хорошо, я знаю. В прошлом году, кстати, в 2018, я первый раз в жизни попробовала засаливать грибочки вместе с вами. И мы вместе с вами солили сало. Я первый раз его солила. До этого я никогда в жизни не пробовала. Вот все осталось в прошлом году. Вот я теперь буду говорить, я целый. Я уже знаю, как солить. Я не первый год солю. Вот такой у меня салат. Я его буду потом макать своим хлебушком. Сегодня холодильник размораживаем, вернее морозилку. Она на стекле оказывается просто стоит, представляете. Все просерло, все у меня тут высохло. Тут забыла заснять, все было наледенело. Салат. Сейчас Женька носит. А чуть-чуть вот снег остался. Ягоды, ягоды в основном. А вот та другая. Вот тут помятая. Та другая, Женя, она вот как раз въезжает там. Женька в одежде. Носит. Он должен уехать. Аккуратно. Там вот штучки такие. Ага. Мама надеть. Я покажу. Давай. Ну, все новогоднее. Такая красота. Как ярко все. Красиво. Как все ярко. Дорога. Красный светофор. Здесь, наверное, какой-то завод был когда-то. А это архив. Там много интересной ценной информации всякой. Подожди. Все, стоим. Может, в парк чуть-чуть зайдем? В это ты, Миша? Ну, да. Ну, что тут все горит-то? Я не пойму. Главное, такой. Все машины поехали. Тут, бац, тебе зеленый. Ты несешься, как сумасшедшая через дорогу. На зеленый свет. Хотя, для тебя зеленый. Но зато тут машины едут. Весело. Елочки какие, смотри. Танк. Танк. Чтоб люди привыкали, видели танк. Смотри. Ягодки какие. Сейчас я спрячусь. Такой танк. На цепи. Цепь какая прям. Железная такая, нет, не железная, правильно, металлическая. Все, пытаюсь себя поймать каждый раз. Металлическая, металлическая. А все, привыкла всю жизнь, железная, железная. Как классно. Елочки. Вчера, позавчера было красивее. Сегодня уже обыкновенная зима. Зима зимой. Просто зима. 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 Тут уже дорогу почистили. А тут мегафон. Я там работала раньше. Вернее, сначала в этом месте я училась, а работала в другом. Тут елочки какие. Все такое яркое, красивое. Какие елочки, посмотри, Жень. Какие они красивые. А на даче у нас тоже елочки. Представляешь, какие они сейчас там красивые на даче? Раньше мы зимой, кстати, ездили на даче, когда дедуля еще был жив. На лыжах, помню, добирались по посадке. Там с ней снега было. Метра на полтора, наверное. Я помню, как перелазили через наш заборчик. Настолько было много снега. До крыши гаража там вообще было. Как ступенька, сантиметров 30. Меньше, наверное, даже. Тут розочка. Хорошие были времена. Жалко, тогда не было цифровой камеры. Сейчас вот, тогда бы, вернее, все это заснять. И сейчас дедуля, которого нет, я бы с удовольствием посмотрела. И вот таким там живым, настоящим. Сейчас уже по фотографии не помню с толком. У вас не снится, но редко. Смотри, какие здесь кустики, Жень. Я что-то их и не помню. А чуть, чуть такое. Красивые какие. Крошатся. Смотри, вон туда. Как семена. Здрасте. Вы бритый? Здрасте. Побрился вчера. А, вчера? Еще побрился. Какие интересные они. Удобно, кстати, этой камеры снимать, потому что тут есть экран. И сразу видишь, что снимаешь. Смотри, Жень. Деньги. Как-нибудь надо с тобой. Деньги, Жень. Я не с публикателем, что стали в зал сколько-то читать. Читали со мной? Да, да. Я бы хотела сюда, в архив сходить как-нибудь. Да там интереснее. В архиве? В читальном зале. А, архиве можно по своей фамилии, своих родственников найти. Сколько-нибудь возьмет. Хотя тут надо еще и в царящинах. И хочется еще. Что ты заранее рассказываешь, подписчикам? Как красиво, а? Дай-ка мне фотоаппарат. Какой снег. Ровный-ровный. Здесь мы же с вами были. Шапочки какие-то разные. Вот тут я училась. Помнишь? Сначала у нас учеба была. Здесь в мегафоне я работала. Две недели сюда ходила. Жила хотя бы рядом. А потом две недели оставшаяся работала в мегафоне, в колл-центре. С того месяца получился работы. А потом там всех увольняют. Новых набирают. Все кучка. Здесь в моей группе вообще никто не остался. Пришло там. В моей группе там человек 30, наверное, нас было. За компьютером по два человека сидели. По два, по три даже. Не хватало. Никто не остался. Всех потом выпинули. Ну, хотя бы заплатили. Кто радует. Слушай, как ярко здесь на экране смотрю. Так сочно прям. Так, а тут что у нас? Чайхона. А помнишь, такая находится в Сочи? Возле этого. Где мы последний раз отдыхаем? Приморской. Там тоже Чайхона, по-моему. Да, по-моему, там она. Машину прям такие, смотрите, загоняют. Там машина директоров. Три оленя. Внутри оленя звучит получше, конечно, чем три свиньи, например. Или как-нибудь свинья бы. Было бы как-то это жестоко. Да? Да. А, вот на кафешке. Красиво. Сегодня теплее, кстати. Вчера у меня прям руки замерзали. Велосипед. Велосипед. Какой, смотри. Где на него так усадиться надо? Велосипед. Тут вот у нас прищепка. А тут какой цветочек посреди зимы. Шикарно смотрится, смотри. Ну, стоп, 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 стоп. Цветочек посреди зимы. А это у нас сквер. А как этот сквер называется, Жень? Он просто, да, по-моему, без названия особого. Смотри, а здесь у нас есть Галилео. Посмотрим, что там находится. А, там книжки? Как красиво, а. Только не бери, ради бога. У тебя уже... Одни рекламы. Рекламы. Ну, там все книжки, наверное, замерзли. Домой убежали. Ах, ты че. По домам. В отратах ты еще в кино мы помнишь, что-то хотели сходить. В кино мы хотели, еще в библиотеки. А в библиотеке у нас закрыты будут. Хотя? В кино. Ну, ладно, никому сходить нам там. Да мы еще поедем, я думаю, это зимой-то. Книжки все домой поубегали. Давай эти два дня просьба, что-то терея. Да не рассказывай, ты все мои секреты. Да просто. Пойдем. Все рассказал подписчикам. Теперь неинтересно им будет. Да? Смотри, теперь не будет интересно. Ой, какие. Рябинка. Смотри, там находится, Жень, Галилео. А что это такое? А там всякие, приходишь и там вон вход. Вон там. Ну, а что там здесь? Там всякие интересные штуки. Не знаю, надо посмотреть. Я не помню уже, что там. Ну, вон на картинке, видишь. Там интересно. Туда надо запланировать сходить. Парк чудес. Чудеса там. Чудеса там. Там чудеса. Там леший вродит. Что там как русалка на ветвях сидит. Там что дальше-то? Я что-то забыла. Смотри, ступеньками. Дома. Так перевернешь его, можно идти как ступенька. Да? Пей, пой, танцуй. Тут нахривалась куча кафешек. Так, идем сейчас в перекресток. Мы были в Билане, оплатили за интернет, телевизор. Ну, за соц. За связь. Сильмир. Подожди. Сейчас снимаю. Классно там. Красиво. И сейчас мы идем в перекресток. Женька мне хочет бабайку купить. Будем искать бабайку. А по кушке нам взять что-нибудь. Там ухаж нахожить. Светло. Не такой ежечек. Хороший ежечек. Комод, наверное. Комод, да, какой-то стоит. Может, буфет. Буфет, буфет, да. Буфет их называли раньше. Буфет. Ну, ты что меня пытаешься обогнать? У нас, главное, темно, а у вас светло. Будет на экране. Светло. Красиво, как. Нету в перекрестке бабайки. Пошли мы бабайку искать в аквариум. Там магнит. Может быть, там что-то есть. Ну, и мне тоже большой плюсик. Я хочу по магазинам походить. Ты дома уже засиделась. Женя, а где корова? Две коровы даже было. Что? Занесли, наверное. Занесло? Замерзли? А, она закрыта. А их что, заносит что-нибудь на ночь? А Second Hand как всегда открыт, конечно. Как же? Second Hand будет открыт. Вдруг кому-нибудь шаль понадобится. А он закрыт. А здесь, главное, ставят такие красивые платья. Все-все там такое красивое. Эксклюзивное. Аж заходят сюда, а там брохло. Вонючее. 50% якобы. А-а-а-а. А-а-а-а. А мы можем с собой... А хотя нет, давай зайдем через центральный. Я сейчас упаду, Женя. Вот будет весело. Особенно зрителям будет весело, когда камера полетит неожиданно. Вот это будет вообще весело. Как пыль уху в дерево врезался. Одной секунды. Что идет ухо? Как пыль уху в дерево врезался. А-а-а. Да-да-да. Там плохо видно, но видно. Надо было этот кусок скопировать и несколько раз промотать. Как любят делать по телевизору. Когда смотришь, или какие-нибудь ролики, как он там бухнулся. И мой хохот. Как красиво. Тут, кстати, зеленая. Зеленая, она прям вообще в лицо светит. Аквариум. Называют торговые центры такими необычными названиями, да? Да. Аквариум. Гудок. Да, там? Еще поезд добавок. Как будто едет каждый раз. Нет, пошли вон там пройдем. Ну там пройдем. Нет, мы пойдем по центральному. Я хочу через все пройти заново. Там еще зоомагазин, хотел сказать зоопарк. Я там посмотрю на животных. А то, может, я скоро крысу захочу завести. Да, везде брать хоть тебя. Ну, может быть, там какие-нибудь новенькие уже появились. Хотя, я, наверное, как Люска хочу. А-а-а, синий, зеленый цвет. Путешествие есть. Так, тоже зеленый цвет. Маменьку, что ее отдавать? Почтай, мы потратим только. Пойдем сюда. Гудиму забираем. Куда ее, Дима? Ну, вот, а так вот пока маленький. Там что-то тоже все куда-нибудь закрыто, что ли? А, аквариум, смотри, нарисовал. Оказалось, аквариум закрытый. Но так классно люди туда ходят. Толпами идут, идут. Дверь дернули и обратно. Дернули и обратно. А тут смотри, как под елочками. Как в мультике. Зайчик под елочкой. Прыг, скок. Может, ты зайчиком будешь, Жень? Давай, зайчиком туда прыг, скок. Зайчиком не хочешь? Прыг, скок. Вот он зеленый. А, тут тоже, что ли? А, она с двух сторон. А ее не заметила даже. Ну вот, теперь обратно. Вот хотела я там, в этом перекрестке, на вес купить зеленый чай, кусочек себе. Это не броноклёк. Сюда, пойдем, сюда, пойдем. А, тут тоже, кстати, зеленый свет. А тут какие кустики красивые. Какие красивые. Смотри, кустики, Жень. Уже стемнело. Ну что, пойдешь зайчиком? Под елку зайчиком пойдешь? Вороны. В прошлый раз у меня с тобой шли тут тоже. Смотри, у нас второе, что ли, да? Второе вот так, не закрыто. Смотри, что ли, да? Продыхает, а здесь. Сейчас, прям. Сейчас мне внутри этот голос тоже говорит. С ума сойдешь, так. Ну да, с ума сойдешь. Как помнишь, на той квартире мы жили? Женщина была, все проходило. Там, девочки, девочки, концерт будет там-то, там-то. Помнишь, было лето? Она говорит, новогодний концерт будет там-то, там-то. Помнишь? А было лето, главное. Новогодний концерт. Я думаю, какой новогодний концерт летом? Я что-то думаю, странно. Думаю, перенесли, что ли, так надолго, на полгода. А потом поняли, что что-то не так с женщиной. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты. Ну вот мы. Идем дальше. Уже стемнело. Пока тут ходим. Ходим, ходим по району. Кстати, сегодня в ленту планировал идти, ты знаешь? Да, в ленту. А что, не хватит что-то? Хватит. Ты же планировал. А уже забыл ведь. А ведь уже забыл. Да что ты! Птички, птички, птички. Апа-па-па-па. Летели, летели. Аплодисменты Ученика Токара Ученика Токара Покрасила я уголочек, вернее трубы сегодня. Включила сегодня музыку и под музыку, все покрасила. Не знаю, полчаса, наверное, где-то это все заняло. Но соседи начали потом стучать, был типа громкая музыка. Причем соседи сверху, то есть они когда врубают музыку, это ничего страшного. Она у них там по 2-3 часа орет, то есть это даже норма. А то, что мы там включили на 5 минут, и то не громко. Им, видите, не понравилось. Хитрые соседи такие. Так классно получилось. Немножко там где-то с той стороны у меня не получилось. А здесь, наверное, я летом, когда отключат отопление, буду постепенно цементом закладывать. По чуть-чуть закладывать, закладывать. И потом все это обмажу. Потом можно будет вот эти уголки все вырезать. Ну и внизу, кстати, вот тут тоже прям подтеки. Ну и тот тоже угол. И потом заклеить. Сначала замазывать будем. Вернее, я буду, скорее всего. Такой я мастер на все руки. Хорошо тут прокрасила. Чуть-чуть тут осталось. Здесь вот тоже немножко. Ну я оставила, в принципе, на всякий случай. А то вдруг там что-нибудь нужно будет. Вот батареи прям. Ай, горячая, прям раскаленная. Вот на сегодня это все. С вами был канал Artmania. Подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите другие ролики. Сегодня у нас с вами такая прогулка была.